Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами поговорим сегодня об итогах реализации послания президента Федеральному собранию. Давайте прямо без раскачки и приступим к работе. Пожалуйста, Евгений Иванович начнёт. Послание Федеральному собранию большое внимание было уделено снижению административной нагрузки на бизнес и необходимости отказа от всеобщего тотального контроля. Правительство предприняло все необходимые шаги. Правительство инициировало изменения в законодательстве, которые позволяют разделить все объекты контроля на категории в зависимости от степени их потенциальной опасности. При таком подходе наиболее опасные объекты, где есть высокий риск нарушений, должны проверяться чаще, а объекты, которые отнесены к низкой категории риска, не проверятся вовсе. На сегодняшний день уже принято решение о распространении рискориентированного подхода на контрольную деятельность МЧС, Роспотребнадзора, ФМБА и Роскомнадзора. Чтобы представить масштаб изменений, отмечу, что в 2015 году на долю этих ведомств приходилось 36% плановых проверок, проведённых на федеральном уровне, и 30% плановых проверок, проведённых на всей территории страны. Свои планы на 2017 год они составили уже с учётом новых требований. В результате план проверок, например, МЧС, сократился на 1 треть со 138 тысяч проверок в 2016 году до 95 тысяч в 2017 году. Всего же в плановом порядке МЧС не будет проверять более 700 тысяч хозяйствующих субъектов, которые были отнесены к низкой группе риска. Также, в соответствии с Вашим поручением, с 1 января 2016 года законодательно были введены надзорные каникулы для малого бизнеса. Это означает, что из планов проверок всех контрольных органов исключены добросовестные субъекты малого бизнеса. Более того, если к малому бизнесу всё-таки пришли с плановой проверки, то сам контролёр должен доказать наличие у проверяемого грубых нарушений, допущенных в пределах предыдущих трёх лет. В результате надзорных каникул количество проверок, проводимых наиболее активными органами контроля, это МЧС, Роспотребнадзор, Роструд, Ростехнадзор, снизилось уже на 350 тысяч. Это почти 50% от общего количества плановых проверок, проведённых в 2015 году на федеральном уровне. В июле этого года вступил в силу изменение в законодательство, заменяющие для малого и среднего бизнеса штрафы на предупреждение. В том случае, если нарушение было допущено впервые и нет вредных последствий. Тем самым мы переносим акцент на профилактику правонарушений. Ещё один инструмент, внедрённый в практику контрольно-надзорной деятельности, о котором я хотел бы доложить, это Единый реестр проверок. Он обеспечивает публичности и открытость работы контрольных органов. Так, реестр позволяет увидеть, кто инициировал проверку, в отношении кого она проводилась, содержит иную важную информацию. К сожалению, есть проблемы с его наполнением. Не все контролёры выполняют свои обязанности надлежащим образом. Поэтому мы подготовили изменения в КОАП, и завтра на заседании правительства будет рассмотрен законопроект об установлении ответственности за такие нарушения. Какая предполагается ответственность? За не внесение информации предполагается наложение штрафов. Штрафы небольшие, но, в общем-то, тем не менее, это уже системная мера, которая будет понуждать это делать, потому что последствия достаточно неприятные. Надо признать, что очевидным недостатком реестра является сложность обработки содержащейся в ней информации, особенно касающейся причин и результатов проведения проверок. Такая информация должна быть надлежащим образом структурирована. Возможно, перечень информации должен быть расширен. Мы предлагаем привлечь к выработке предложений по совершенствованию реестра представителей бизнес-ассоциаций, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, и считаем, что результатом такой работы должны стать согласованные функциональные требования к реестру, которые должны быть реализованы в 2017 году. Мы рассчитываем, что предлагаемые меры не только снизят нагрузку на бизнес, но и помогут повысить эффективность контрольных мероприятий. Еще одной важной задачей в послании обозначена необходимость расширения участия некоммерческих организаций в таких сферах, как помощь пожилым людям, инвалидам, поддержка семьи и детей, решение иных социальных вопросов. В России на сегодняшний день действуют более 140 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций, в них задействовано более 900 тысяч работников и около 2,5 миллионов волонтеров привлекаются к их деятельности. Эти организации обладают большим потенциалом и оказывают услуги, с которыми не всегда справляются государственные муниципальные учреждения. Это работа с инвалидами, профилактика отказов от детей, профилактика бездомности, создание хосписов и многое другое. Некоммерческий сектор оказывает услуги зачастую лучшего качества, используя для этого неформальный подход, вкладывая душу в свою работу. Для выполнения поставленной вашей задачей сделано следующее. К настоящему времени принят закон, устанавливающий статус некоммерческой организации, это исполнителя общественно-полезных услуг. Это позволит определить некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги должного характера и качества, отделить их от организаций, занимающихся, например, клубным отдыхом, которые тоже являются социально ориентированными, либо организаций, имеющей свой адрес с жалобой на качество предоставленных услуг. На основании приоритетов, которые были установлены в вашем указе, правительством утвержден перечень таких услуг, а также критерии оценки качества их предоставления. До конца года будет завершена разработка порядка признания организаций исполнителям общественно-полезных услуг и порядка введения реестра таких организаций. Также до конца года будут установлены все необходимые меры поддержки некоммерческих организаций, имеющих статус исполнителя общественно-полезных услуг. Также законопроект, который на сегодняшний день находится в Госдуме, и мы считаем, что он будет принят, устанавливает срок предоставления таким организациям финансов в поддержке в форме субсидий, а также имущественной поддержки, не менее чем на два года. Это позволит им сосредоточиться на основной деятельности и уверенно ее планировать, а не заниматься поиском финансирования и оформлением обосновывающих документов. В социально ориентированном НКО будет обеспечена поддержка в области подготовки дополнительного профессионального образования работников и добровольцев. Услуги должны оказываться профессионально подготовленные и компетентные организации, и способные составлять конкуренцию государственным учреждениям. Помимо этого, государственными и муниципальными СМИ будет обеспечено предоставление бесплатного эфирного времени, печатной площади. Ожидаем, что в течение следующего года в полном объеме заработает комплекс мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. Их объем составит до 10% средств, предусмотренных на реализацию соответствующих региональных и муниципальных программ. Такой комплекс содержит меры, как планируемое принятие федерального закона о государственном социальном заказе, устанавливающий равные условия доступа на рынок социальных услуг организаций разной форм собственности, регулированные имеющиеся вопросы, связанные с правоприменением закона о социальном обслуживании граждан в части снятия барьеров по входу НКО на рынок социальных услуг, различные методические рекомендации с субъектам Российской Федерации. Могу доложить, что 33 субъекта Российской Федерации с учетом своей специфики уже утвердили планы по обеспечению доступа к оказанию услуг в социальной сфере. Мы рассчитываем, что в ближайшее время эта работа будет завершена в остальных регионах. В ряде регионов 10-процентный уровень доступа социально-ориентированных организаций к бюджетным средствам, выделенным на оказание услуг, уже достигнут и даже превышен. В числе лидеров мы можем отметить Республику Башкортостан, Пермский край, Хантамансийский и Автономный округ. И в заключение ближайших действий. Уже с 1 января 2017 года любая некоммерческая организация, соответствующая указанным требованиям, сможет подавать заявки на включение в реестр организации исполнителей. Через 2-4 месяца получать такой статус, организации получат двухлетние субсидии и, соответственно, смогут заключить двухлетние договора на предоставление социальных услуг населению. Таким образом, рассчитываем, что начиная с 2017 года регионы страны смогут в существенно большем объеме использовать потенциал социально-ориентированных некоммерческих организаций для повышения качества и доступности услуг. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, Антон Геннадьевич. Спасибо. С вами наступление хотел бы остановиться на двух задачах, которые были поставлены в посланиях. Первая задача – это обеспечение казначейского сопровождения бюджетных средств. Вторая задача – это создание механизмов и стимулов для привлечения частных инвестиций в проекты, которые реализуются на территории Российской Федерации. Первая задача – казначейское сопровождение. Мы, начиная уже с начала текущего года, внедрили механизм казначейского сопровождения бюджетных средств. Раньше, если раньше, ресурсы из бюджета могли тратиться без учета потребностей, в начале года могли быть профинансированы годовые лимиты, которые определены в законном бюджете. И зачастую эти средства потом направлялись на депозиты в коммерческих банках и, по сути дела, не использовались по назначению, то, начиная с текущего года, все ресурсы направляются непосредственно под потребность, и казначейство обеспечивает лучшее управление ликвидностью, которая имеется в бюджете. Какой результат? Мы видим снижение дебюторской задолженности, как при предоставлении субсидий юридическим лицам, так и при предоставлении межбюджетных трансфертов субъектом Российской Федерации. Только по остаткам средств по межбюджетным трансферам регионов этот объем остатков сократился в 10 раз, до 18 миллиардов рублей. По госконтрактам, которые теперь обслуживаются казначейством, тоже происходит сокращение выдаваемых авансов, которые потом идут на депозиты. И мы видим о том, что только переход на казначейское исполнение государственных контрактов позволило саккумулировать в бюджете и раньше времени просто не предоставить эти средства, поскольку не было потребности в сумме 250 миллиардов рублей. Мы дополнительно за счет этих ресурсов заработали для бюджета 20 миллиардов рублей. А общий объем, который предусматривается в этом году к получению бюджетом за счет управления бюджетными средствами, составит до 80 миллиардов рублей. Неплохой результат тоже и для бюджета. То есть мы, с одной стороны, предоставляем ресурсы уже под потребность, а не под просто, так сказать, выделение средств с тем, чтобы кассу исполнить. И с другой стороны, еще и зарабатываем. То есть эта задача, начиная с текущего года, исполнена. Вторая задача – это создание особых режимов для привлечения инвестиций. О чем речь идет? Первое – это так называемые гринфилды, когда по инвестпроектам, которые согласованы с субъектами Российской Федерации, может предоставляться специальные инвестиционные льготы. Многие предприятия наши говорили о необходимости возврата так называемой инвестиционной льготы. Так вот эта инвестиционная льгота может быть предоставлена в рамках так называемого проекта «Гринфилд». Необходимо просто объем инвестиций вложить в новое производство в сумме не менее 50 миллионов рублей за три года и 150 миллионов рублей за пять лет. В этом случае может быть снижена ставка по налогу на прибыль до 10%, и, соответственно, все те затраты на инвестиции, на инвестпроект будут учитываться при определении налогооблагаемой базы этого инвестора. Хорошая тоже норма для стимулирования инвесторов. Далее, второй инструмент – это специальный инвестиционный контракт. Федеральные органы исполнительной власти вместе с инвестором определяют необходимость строительства, необходимость инвестиции по тому или инвестиционному проекту. Соответствующее соглашение заключается с соответствующим органом, как таким органом выступает Министерство промышленности и торговли. Устанавливается льготный режим налогообложения, до 0% может снизиться ставка по налогу на прибыль, и это тоже очень привлекательный для инвесторов инструмент. По информации Министерства, уже более 10 таких контрактов заключено с инвесторами. Далее, упрощен доступ к так называемым региональным инвестиционным проектам, которые реализуются на территории Дальнего Востока. Установлен заявительный порядок таких проектов. Установлено, что в течение 10 лет инвестор пользуется льготным режимом по уплате налогов на добычу полезных ископаемых, и что тоже важно, что предусмотрен порядок в случае инвестирования средств не только в сам проект, но и в инфраструктуру, в дороги, в сети и так далее. Эти затраты также будут учитываться при определении налогообложения инвесторов. Это тоже важно для развития инвестиций на Дальнем Востоке. Кроме того, снижаются страховые взносы до 7,5% в такие инструменты, как территория, приезжающая в развитие, свободный порт Владивосток, участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Эти все решения также вступают в силу, начиная со следующего года. Что касается льгот, мы здесь в Министерстве финансов с коллегами видим также необходимости проведения инвентаризации всех тех льгот, которые были предоставлены, и новых тоже, так сказать, новаций в области преференции для налогоплательщиков. Потому что зачастую льгота предоставляется, мы видим, что эффект не всегда, так сказать, тот, который ожидаем. Поэтому мы последние годы предоставляем льготы на определенный период и анализируем, насколько эти льготы сработали или нет. Поэтому мы видим здесь необходимость регулярного инвентаризации этих льгот, которые были предоставлены, и по итогам этой инвентаризации мы будем готовить предложения к правительству для пересмотра льгот или уточнения тех или иных налоговых режимов. Такая работа ведется, и мы считаем, что начиная с 2017 года сможем привлечь дополнительные источники инвестиций благодаря тем режимам, которые вводятся со следующего года. Спасибо большое. Пожалуйста, Денис Валентинович. Уважаемый Денис Валентинович, в рамках поручения направленных на реализацию послания к Федеральному собранию по нашему ведомству реализовываются два поручения в части Фонда развития промышленности и по специнвестконтрактам. В этом году фонд был декапитализирован с учетом вашего поручения на 20 миллиардов рублей. Благодаря этому решению на сегодняшний день из 1600 заявок принято решение по 153 суммарным объемом 41,3 миллиарда рублей. Все они ориентированы на импортозамещение и расширение экспортного потенциала в большинстве отраслей промышленности. Их реализация дает возможность привлечь свыше 115 миллиардов рублей частных инвестиций и обеспечит к 2022 году общий объем выпущенной продукции более чем на триллион рублей. При этом будет создано в рамках этих проектов более 14 тысяч высокопроизводительных рабочих мест новых. Бюджеты всех уровней за этот период получат более 80 миллиардов рублей. Сейчас одним из ключевых новых направлений работы фонда стало масштабирование этого формата с использованием потенциала регионов. В 10 субъектов Российской Федерации уже созданы региональные фонды в качестве аналогичных институтов развития. Конечно же, бюджеты этих фондов разнятся по объему. У какого-то субъекта есть больше возможностей, у кого-то меньше. Но на сегодняшний день с самым большим фондом у Санкт-Петербурга почти миллиард рублей. У других регионов где-то около 100 миллионов. Но при этом те соглашения, которые подписываются с субъектами, дают возможность финансирования до 70% региональных проектов из Федерального фонда развития промышленности. Таким образом, мы расширяем деятельность фонда и обеспечиваем поддержку в том числе проектов среднего и малого бизнеса. И теперь, что касается специнвестконтрактов, о чем отметил Антон Германович. Внесены основные изменения в два закона. Это в налоговый кодекс и в закон о государственных закупках. Эти изменения предоставляют инвесторам целый ряд преференций, в том числе и налоговых, о которых сказал Антон Германович. Но еще что очень важно, помимо налоговых преференций, это дает возможность быть исполнителями специнвестконтракта, единственными поставщиками. И в этой части завершается работа федеральными органами исполнительной власти в честь выпуска уже нормативных актов правительства. По плану работы мы до конца года должны с коллегами завершить в этой части. Хотел бы отметить, что механизм специнвестконтрактов существенно повышает инвестиционную привлекательность разных секторов промышленности не только для российского, но и для зарубежного инвестора. Сегодня подписано уже пять региональных, шесть федеральных специнвестконтрактов. И этот общий объем привлеченных инвестиций в разные отрасли составляет более 80 миллиардов рублей. И продукция, которая будет произведена исполнителями спика, составит более чем полтриллиона рублей. Ну и что касается самих заявок, мы на сегодняшний день оперативно рассматриваем более 60 заявок разных предприятий. Рассчитываем, что этот механизм будет в полной мере использован субъектами Российской Федерации. И уже более 50 субъектов соответствующие изменения в свои законодательные акты субъектами сейчас вносятся. И рассчитываем на то, что это даст дополнительный импульс по привлечению инвесторов в субъекты. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Татьяна Алексеевна, я бы пришел. Уважаемые коллеги, я коротко пройдусь по тем моментам, которые были отмечены в выступлениях министров. Сначала о едином реестре проверок. Евгений Иванович отметил, что нормативная база принята, но, к сожалению, не все позиции единого реестра проверок на сегодняшний день заполняются. И здесь надо отметить, что не заполняются очень чувствительные позиции, но к числу которых, например, относятся такие, как дата окончания проверки, перечень мероприятий по контролю, необходимые для достижения цели и задач проведения проверки, фамилии, имя и должность того лица, который осуществляет проверку. И вот такие вот схожие с привязкой конкретной проверки к конкретному должностному лицу. Мне кажется, что эта ситуация возникает в связи с тем, что есть риски, в том числе, некачественного проведения контрольного мероприятия, и на сегодняшний день в контрольно-надзорных органах не существует алгоритмов проверок, по которым эти проверки проводятся. И если это будет публично, то тогда будет возможность оспорить результаты проверки и направить соответствующие материалы в суды у предпринимателей. И в этом смысле, мне кажется, что тот законопроект, я пока его не видела, но он наверняка тоже придет на заключение, к нему нужно относительно штрафов, о которых сказал Евгений Иванович, к нему надо относиться очень внимательно, потому что непонятно, кого мы будем штрафовать и за что мы будем штрафовать. Потому что мы штрафуем административным штрафом, выписываем протокол, соответствующее должностное лицо. Мы должны будем найти то лицо, которое не внесло данные в этот реестр, а там, скорее всего, сидит простой оператор, который эти данные заводит. Поэтому здесь нужно очень аккуратно к этому подойти, имея в виду действенность тех решений, которые мы принимаем. Что же касается непосредственно контрольно-надзорных... А для этого нужно добиться того, чтобы все было заполнено. И вот здесь возникает проблема внутренняя самого контрольно-надзорного органа. Мне кажется, что все-таки мы уже, наверное, доросли до того, чтобы в наших контрольно-надзорных органах были приняты соответствующие стандарты проведения контрольных мероприятий. Потому что без стандартов проведения контрольных мероприятий очень трудно выстроить вот эти самые алгоритмы. Я почему так говорю? Потому что мы используем тоже свои стандарты проверок. У нас деятельность на сегодняшний день интердисована. И у нас есть определенный перечень документов, которые мы обязаны предъявить объекту проверки. И мы, собственно, в соответствии с решением правительства, правительство нам согласовало такой документ. Мы тоже создали уже практически свою информационную систему по доступности данных о наших проверках. Она у нас начала функционировать с 1 апреля 2016 года. Теперь то, что касается казначейского сопровождения. Да, действительно, казначейское сопровождение и его институт преследовал две цели. Это сокращение объемов дебиторской задолженности, так называемых неотработанных авансов, и в первую очередь просроченной задолженности по авансовым платежам. И второе — сокращение объема средств, которые направляются соответствующим получателям, но не используются ими ради тех целей, на которых они были направлены, а часто размещаются на депозитах, получаются проценты, и, естественно, это остается в распоряжении соответствующих получателей. Что, по нашему мнению, удалось, что не удалось, и какие проблемы на сегодняшний день остаются, но понятно, что это предварительные данные. Институт этот запущен только с 2016 года, и даже по итогам 2016 года будет рано еще принимать решение о том, сработал он или не сработал. Тем более, что Министерство финансов сейчас правительство в рамках закона о бюджете соответствующую норму сохраняет. Несколько удалось остановить, это данные по состоянию на 1 октября 2016 года, прирост просроченной задолженности. Он остался фактически таким, как он и был на 1 января 2016 года, 76 миллиардов рублей. С ним ничего не происходит, и, слава богу, он не прирастает. Второе, на что я хотела бы обратить внимание, сократилось порядка 10 миллиардов задолженность по субсидиям, бюджетным инвестициям и имущественным взносам. Это тоже положительная тенденция. Но, наверное, в целом еще почему говорить рано, потому что пока что под казначейское сопровождение попали только 30% тех объемов бюджетных ассигнований, которые потенциально могли бы находиться под казначейским сопровождением. Предварительные итоги наших контрольных мероприятий говорят о том, что мы в предыдущие годы все-таки выделяли избыточные бюджетные средства. И у нас такая возможность была по ряду направлений выделять эти средства. Бюджет нам это позволял. И, собственно, те остатки, которые накапливались на счетах, это и было причиной того, что либо это были избыточные, либо мы выделяли средства, но инфраструктура к освоению этих ресурсов была не готова. Но в то же время в 2016 году проявилось, ну, как минимум, три тенденции, на которые я бы вот хотела обратить внимание по казначейскому сопровождению. Когда речь идет о субсидиях, то получатели этих субсидий стали менять механизмы предоставления этих субсидий. И теперь это не просто субсидия, а это субсидия на возмещение фактически произведенных затрат в ряде случаев. Основанием для последующего возмещения затрат являются отчеты об использованных средствах. И вот эти отчеты, они зачастую не содержат той необходимой информации, которая дала бы возможность подтвердить, что это действительно целесообразно, что достигнуты соответствующие качественные показатели в результате получения этой субсидии. Ну и банально, иногда эти отчеты содержат просто технические ошибки, которые, к сожалению, мы видим в результате проведения мероприятий. И я также хотела бы обратить внимание, что таких отчетов огромное количество, и практически проинвентаризировать их все полностью достаточно сложно тем штатным составам, которые работают в соответствующих министерствах. Второй момент – это возможность ухода от казначейского сопровождения, которую, собственно, мы наблюдали после того, как эта норма появилась в законе о бюджете 2016 года. Раньше свободные средства находились на головной компании. После того, как была введена норма, средства были опущены на дочерние компании, на суд подрядчиков, и, собственно, они ушли из-под казначейского сопровождения и благополучно оставались на счетах, но просто более низкого уровня. И третье – казначейское сопровождение, оно на сегодняшний день увязано с авансированием контрактов. Если в контракте есть аванс, то должно быть казначейское сопровождение. Если его нет, то можно использовать банковское сопровождение. Вот там есть как минимум две проблемы или тенденции. Может быть, это пока еще не тенденции, но они могут таковыми стать. Мы, например, проанализировали контракты Российского дорожного агентства. 30% контрактов имеют казначейское сопровождение, 70% контрактов, потому что в них нет авансов, казначейского сопровождения не имеют. Плохо или это хорошо, мы пока не делаем никаких выводов. Мы фиксируем, что уход из-под казначейского сопровождения вот такой. А есть еще второй тип ухода из-под казначейского сопровождения. Точнее, это даже не уход. Но мы посмотрели закупки на примере двух видов, скажем, закупок. Это медицинская техника и вертолеты, которые закупает МЧС. Там, где есть авансирование, после проведения аукциона снижение начальной максимальной цены варьируется от 3% до 6%. Там, где нет авансирования, там снижение начальной максимальной цены от 0,07 до 0,5%. И, к сожалению, пока мы фиксируем, что по ряду контрактов, там, где авансирование снимается, там практически отсутствует экономия по проведению торгов. Скорее всего, это превратится в тенденцию, мы так думаем, но пока еще раз говорю, говорить об этом рано. Поэтому сейчас правительство Российской Федерации готовит поправки к бюджету 2017-2019 годов, к текстовой части. Может быть, нужно подумать, как усовершенствовать эти механизмы казначейского сопровождения. И последнее, о чем я хотела сказать, Антон Кернич затронул эту тему. Это тема налоговых льгот. Мы просматриваем или проверяем, как угодно, исполнение бюджетов и федерального, и бюджетов государственных небюджетных фондов. Ну вот, в частности, по исполнению бюджета пенсионного фонда за 2015 год мы увидели следующее. Там, как вы знаете, преференции по уплате страховых взносов имеют достаточно, с точки зрения количества, большое количество, с точки зрения процентного соотношения, небольшое количество. В общем, имеют 172 тысячи страхователей. Это 4,6% от общего количества страхователей уплачивают пониженные взносы. Но, к сожалению, в 2015 году проявилось, как правило, не как правило, а 97% этих страхователей – это малый бизнес, они находятся на упрощенной системе налогообложения. И мы увидели не очень хорошую тенденцию в 2015 году, рост задолженности по страховым взносам тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения. К сожалению, задолженность, она хоть и небольшая, 4,7 миллиарда рублей составила за 2015 год, но она приросла на 36%. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что Антон Германович обратил внимание, что осуществляется мониторинг целесообразности и эффективности предоставления тех или иных льгот. Но, к сожалению, эта работа очень сложная, потому что нет на сегодняшний день методологии оценки такого рода льгот. Эффективно, неэффективно они предоставлялись. Но, тем не менее, эту работу нам всем придется проводить. Почему? Потому что принято решение правительства, и никаких изменений здесь не ожидается. И сразу в трехмесячный срок после принятия бюджета правительство должно будет утвердить новые редакции государственных программ, которые являются основой бюджета. И в этих государственных программах должны быть учтены в том числе налоговые расходы. То есть не просто расходы бюджета и бюджетов субъектов федерации, но и то, что предоставляется в форме налоговых льгот. А это значит, что должны быть прописаны конкретные мероприятия, до этого должны быть поставлены конкретные показатели с соответствующим достижением целей. И вот здесь, как мне кажется, система оценки эффективности тех налоговых льгот, которые предоставляются, она должна быть рассмотрена по-иному. Все-таки мониторинг таких налоговых льгот и освобождений, и пониженных страховых взносов, он должен быть проведен, и это соответствующим образом должно быть оценено в государственных программах. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, есть ли желающие что-то добавить, прокомментировать? Значит, работа в целом идёт, мы знаем о проблемах, имею в виду по реализации посланий президента. Но вот то, что сейчас прозвучало, мы должны это учесть и скорректировать в ближайшем будущем, поэтому давайте обратим на это должное внимание и соответствующим образом оформим, чтобы ничего не забылось при принятии решений в рамках либо будущих законов, либо подзаконных нормативных актов. Договорились? Спасибо. Спасибо.